Привет, друзья! Меня зовут Рожков Никита. Сегодня я вам зачитаю одну интересную переписку, очень показательную, и я думаю, вы сделаете какие-то выводы из этого. Пишет человек. Привет, меня зовут Такта, я снимаю свою дипломную комедию в сеттинге Киберпанк. Сеттинге с большой буквы, наверное, может это название его проекта, но ладно. Сейчас собираю команду и ищу художников. Очень востребованные CG-художники, которые могли бы помочь с фонами для панорам города. Опять город с большой буквы, блин, я не знаю, что такое важное значение придает, но окей. Если вы чувствуете какое-то у меня неправильное произношение, я читаю как бы букву в букву. Также концепт художники, раскадровки, детали дизайна. Подумал, вдруг вам или вашим ученикам станет интересно. Было бы интересно поучаствовать. Интересно то, что он заметил, что у меня есть ученики, и он уже готов им предложить. Что-то здесь не вяжется, да? Чувствуете, что очень востребованные CG-художники им нужны, и в то же время и он, и ученикам готов предложить работу. Хорошо, читаем дальше. Я отвечаю, привет, возможно, я мог бы сделать раскадровку. Ну, я просто смотрю, понимаю, что sci-fi это не мой сеттинг, да? У меня ближе фэнтези в данный момент, во всяком случае. И я понимаю, что я могу поучиться на этом заодно, да? То есть прокачать свои навыки композиции, композиции кадра. Окей, он пишет, ура, это было бы очень здорово, там восклицательные знаки, прям шквалом и так далее. Я пишу, если ты ищешь очень востребованных концепт-художников, надо полагать, что оплата соответствующая. Сколько ты платишь за один кадр? Нужен пример кадра. Ну, как вы понимаете, вроде бы, как мне кажется, с моей стороны все логично, но это уже как бы на вашу оценку. Пишет, к сожалению, бюджета нет, ищу энтузиастов, но обозначь прайс-лист, если не очень дорого, то может и будет оплата. Ну, я пишу, понятно, со смайлом. Вы понимаете, да? Может, будет, а может и не будет. И бюджета, к сожалению, нет, но нужны очень востребованные концепт-художники. Я прям, если честно, не представляю. Ребят, если у вас есть такие очень востребованные концепт-художники, которые готовы браться за какой-то проект дипломный или не дипломный, как он там, и тратить свое время на какого-то незнакомого человека, вместо того, чтобы поработать на известную студию, прокачать себе нормально портфель, хорошо на этом заработать, да, в этом нет ничего стрёмного, если вы берете соответствующие деньги за свой соответствующий опыт. Ну, если вы очень востребованные художники, правильно? Если вы таких знаете, расскажите мне, я, может быть, его соединю как-то, сканнекчу, потому что для меня это не новость, когда пишут такие вещи, что, чувак, вот прям надо, 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 очень хотим, прям все будет, и бюджета нет. Вот, ну, как бы с этого надо было начинать, понимаете? И, казалось бы, ну, это же очевидно, что там дурачки какие-то пишут, но нет, на самом деле, по моему опыту могу сказать, что какие-то группы мне тоже писали, что вот мы, значит, художники, там, что-то делаем, ну, за бесплатно, ищем народ и так далее, и говорят, я говорю, ну, ребят, вы как думаете, согласятся вообще поработать на вас, ну, чуваки, которые уже настолько востребованы, что им просто нет времени до вашего проекта за бесплатно делать, ну, в конце концов, у него свой есть какой-то. И мне приводили пример, говорили, ну, вот, смотрите, вот художник, вот, вот, они соглашались с нами работать за бесплатно. Ну, в этом случае мне оставалось только удивиться, хотя, знаете, есть несколько причин, по которым могут художники нормального уровня работать за бесплатно. Если они это воспринимают чисто как хобби, а не как работу, к примеру, поясню, есть ведь художники игровые, да, которые для игр делают, или, там, для кино, а есть те, которые чисто для себя делают, и там даже не игровое портфолио. И, в принципе, да, они могут такие подумать, о, ну, а что, я все равно, я работаю там, допустим, тем-то, тем-то, зарабатываю больше, ну, я не знаю, может, у него свой бизнес вообще какой-то есть, он, там, этим зарабатывает хорошо, ему нет смысла работать на кого-то, он работает на себя. Вот просто ему нравится рисовать и заниматься каким-то своим более прибыльным делом. Окей, в таком случае, да. Но, как вы понимаете, таких не так много людей, гораздо больше тех, кто хочет как раз этим зарабатывать, если уж они этим серьезно занимаются. И довольно странные такие предложения, что давай-ка за бесплатно, там, и так далее. Если даже кто-то соглашается за бесплатно, то рано или поздно у заказчика и художника, они, ну, начинаются какие-то такие, может быть, придирки, да, какие-то там терки, что-то накапливается со временем, так или иначе. И уже нет мотивации работать на этого человека. То есть, если раньше держали деньги, допустим, оплата, хорошо нужно сделать, там, получишь деньги, все будет нормально, хоть как-то там компенсируют это все, то те, кто не платят, они сами себя, получается, ну, как бы, не перестраховывают. Потому что рано или поздно такое случится, а если там, ну, получается, что будет большая текучка, если это можно так назвать, и это не идет никому на пользу. В общем-то, кому можно порекомендовать работать за бесплатно? Если у вас совсем там, ну, какой-то никакой скилл, и вы видите, что этот проект поможет вам не только, ну, какой-то, может быть, пиар себя сделать, да, хотя тоже этот пиар, он ни о чем будет, если вы рисуете не очень. Ну, всегда есть исключение, конечно. Дело в том, что вы можете там чему-то научиться, да, чему-то как-то прокачаться, и вы, допустим, вообще не знаете, а как это устроено. И у вас есть возможность помимо технических навыков получить навыки другие, ну, такие, может быть, понимание общего процесса, если так можно назвать. Поэтому, ребят, соглашайтесь на такие вещи, если уж вы совсем чувствуете, что, ну, а какие еще варианты? Такое предложили, и уже здорово. Попробуйте, ну, не понравится, получите опыт. Если вы уже с каким-то опытом, ну, естественно, у вас даже вопроса не будет такого, а надо ли мне это вообще за бесплатно. В конце я хочу сделать небольшое объявление. Если у вас есть какая-то интересная история с заказчиком, возможно, с которым вы не очень хорошо разошлись, с которым вы не понимаете, как нужно было бы себя вести, вы можете скидывать это мне в личное сообщение ВКонтакте. Я самые интересные истории буду зачитывать, разбирать и давать советы по тому, как нужно было себя вести в той или иной ситуации, чтобы у вас общение с заказчиками было на куда более высоком уровне, чтобы и вы, и ваш заказчик в дальнейшем могли добиваться более плодотворного сотрудничества. Так что такие вот мысли. Поддерживайте меня, если вы хотите, конечно, лайками, комментами. Это поможет развитию канала. Также не забывайте подписаться на мои ресурсы, которые есть в описании. С вами был Рожков Никита. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok